Мы продолжаем знакомить вас с фактами профессионализма и небезразличия к проблемам граждан сотрудников полиции Адыгеи. Порой решительные и грамотные действия стражей правопорядка способствуют сохранению жизни людей при возникновении угрозы. Материал Сергея Лизарова. На днях во всех крупных информагентствах юга страны появились материалы с заголовками о том, что полицейские из Адыгеи спасли женщину от противоправных действий сожителя. И это действительно так. 22 мая около 6 утра сотрудники ГИБДД, старший лейтенант полиции Али Борсов и лейтенант полиции Мурат Нахушев дежурили в Майкопе. Проверку одного из немногочисленных ночных водителей прервали внезапные крики со стороны многоэтажки. Помощи просила женщина, выбежавшая из подъезда. Полицейские, мгновенно подоспев к ней, обнаружили у пострадавшей серьезные травмы, а сама она находилась в шоке. В этом многоэтажном доме услышали крики женщины, которая просила о помощи. Подбежав ко двору данного дома, увидели женщину, которая находилась в очень плохом состоянии, голова вся была кровавлена. Полицейские доложили о произошедшем в дежурную часть. Вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь, следственно-оперативную группу и наряд патрульно-постовой службы. Подойдя к данному домовладению, к подъезду, увидели мужчину незнакомого, который вел себя агрессивно, приняли меры для задержания данного мужчины. Пострадавшая находится на лечении. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Мужчину задержали, он содержится под стражей. В ближайшее время его противоправные действия будут квалифицированы по одной из статей Уголовного кодекса России. Говоря о роли инспекторов ГИБДД, то их своевременные профессиональные действия позволили спасти жизнь женщине. И таких фактов немало. Об этом говорит статистика. Только в первые три месяца от текущего года в республиканское МВД поступило более двух десятков благодарственных писем. И значительная часть из них в адрес именно дорожных полицейских. Пострадавшая искренне поблагодарила сотрудников госавтоинспекции Адыгеи. Ведь неизвестно, чем мог завершиться этот инцидент, не окажись они рядом. Сергей Лизаров и Беслан Ходжоков. Специально для программы «Вести. Дежурная часть». Далее коротко о некоторых мероприятиях и происшествиях. Полиция призывает потерпевших от преступников срочно обращаться в ОВД по телефону 02 с мобильного 102. Обязательно дождитесь сотрудников и постарайтесь описать внешность и приметы правонарушителя. Полицейские в городе Майкопе раскрыли кражу из автомобиля, совершенную в 2018 году. Сыщики получили доказательства о причастности к данному хищению 30-летнего ранее судимого мужчины. Он задержан. С начала года полиция обезврежена 9 снарядов времен войны. На все места происшествий незамедлительно прибывали наряды, которые оцепляли территорию. Каждый объект был тщательно обследован. С начала 2020 года произошло 218 ДТП, связанных с наездом на препятствия. Кроме того, еще произошло 111 аварий, причиной которых стал наезд настоящий транспорт. В них один человек погиб, пятеро пострадали. Теме мошенничества был посвящен очередной выпуск «Вести главное». В нем официальный представитель МВД по республике Адыгея Байзет Гамлешко рассказал о распространенных способах телефонного мошенничества, которые злоумышленники используют в отношении жителей республики. В беседе также речь шла и об особенностях работы полиции Адыгеи в условиях, предпринятых оперативным штабом ограничительных мер. У нас в категорию потерпевших входят практически все. Почему-то люди, даже получив инструктаж, посмотрев, почитав, каким образом эта карта обслуживается, везде подробная инструкция висит на официальных сайтах. Тем не менее, идут на поводу у мошенников и выполняют все то, что им говорят. Еще об одном из видов мошенничества, совершаемом под предлогом помощи родственнику, якобы задержанному сотрудниками правоохранительных органов. На такую уловку недавно попались двое жителей города Майкопа. Так в полицию Майкопа обратился 71-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что его сын задержан. Мужчине предложили решить вопрос об уводе от уголовного преследования путем перечисления им 300 тысяч рублей. Не проверив эти сведения, он перевел свои сбережения. Позже, созвонившись с сыном, потерпевший понял, что его обманули. Аналогичный случай произошел и с 59-летним жителем города. Мужчина сообщил о хищении принадлежащих денег. Полицейские выяснили, что ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили потерпевшему о том, что его сын задержан. Майкомчанин перевел на указанный счет 300 тысяч рублей. Только связавшись с сыном, мужчина понял, что его попросту обманули. В целях предупреждения в регионе распространения коронавирусной инфекции сотрудники МВД продолжают выполнять определенный комплекс мероприятий во взаимодействии с органами власти республики. Существенно измененный порядок работы ряда служб и подразделений республиканского МВД. Особенно это касается тех, в полномочия которых входит оказание государственных услуг населению. Временно приостановлен и прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, участковыми и уполномоченными полицией республики Адыгея с целью минимизации непосредственного контакта. Обращаем внимание, что достоверную и актуальную информацию о порядке и особенностях получения в настоящее время госуслуг по линии МВД можно найти на главной странице официального сайта ведомства. Сотрудники полиции Адыгеи продолжают проводить мероприятия в рамках проходящей межведомственной операции МАК-2020. Так, с ее начала на территории республики из незаконного оборота 9 раз изымались наркотики. Полицейскими Майкопа задержан 22-летний ранее судимый житель пригорода республиканского центра. При себе парень хранил сверток с солью. Принесли результаты мероприятия, инициированные оперативниками полиции Геогинского района. У 57-летнего местного жителя они обнаружили марихуану, вес которой составил около 20 граммов. Напоминаем, что в полиции Майкопа для более оперативного реагирования организована работа отдельного телефона по приему сообщений о закладках, номер 52-77-77. Также есть возможность прислать фото-видеоматериалы по номеру сотовой связи 8-967-308-82-28. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!